В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром 14 числа весеннего месяца Ниссана, в крылатую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого, вышел прокуратор иудеев Понтий Пилат. Каждый отмечает год литературы по-своему. В Ивановском колледже культуры придумали понятный и доступный молодежи проект популяризации чтения. Назвали его «Прочитай город». Студенты и преподаватели выбрали любимые произведения литературы и поделились ими. Обращения записали на видео и разместили во всемирной паутине. В одно мгновение проект из местечкового стал глобальным. Зачем это нужно? Чтобы все еще раз послушали эти замечательные стихотворные строки, чтобы подняли свой уровень культурный, моральный, духовный. Вообще, в принципе, проект очень интересный. Чтецов не ограничивали ни жанрами, ни стилями, ни авторами. Можно было выбрать хоть английский романтизм Вальтера Скотта, хоть постмодернизм Пелевина. Веты наложили только на низкосортное бульварное чтиво. Стихи, проза, публицистика полились рекой. Участие в проекте приняли больше ста человек. Меня удивил студент, студент первого, кстати, курса режиссерского отделения, который прочитал отрывок из публицистики Михаила Фанасьевича Булгакова, грядущая, прогрядущая. Это был удивительный такой выбор. На самом деле тоже удивила девочка, тоже первый курс, которая читала письма Тургенева к Полине Виардо. Единственное условие – яркость, отрывка и выступление в целом. Зритель, просмотревший полутораминутный ролик, должен влюбиться в произведение и немедленно броситься в библиотеку за книгой. Например, за маленькой трагедией Пушкина «Каменный гость». Клянусь тебе, Лаура, никогда с таким ты совершенством не играла. Как роль свою ты верно поняла. Как развела ее, с какой силой и с каким искусством. На что Лаура говорит, да, мне удавалось сегодня каждое движение слова, я вольно придавалась вдохновению. Слова Лилис, как будто их рождала не память рабская, но сердце. То есть, понимаете, актер должен владать не только рабской памятью, но и вдохновлением. Михаил учится на четвертом курсе. В будущем по специальности он режиссер. Считает, что проект этот родился в колледже культуры не случайно. Во-первых, литература здесь профильный предмет. Даже есть библиотечное отделение. Во-вторых, кому, как не будущим служителям МУС, артистам и режиссерам, знать шедевры искусства слова. Для себя Михаил выбрал отрывок из Григория Горина. Рассказ с искринкой. Ёжик. Это произведение для меня произвело достаточно большое впечатление. Я очень долго смеялся, когда читал этот рассказ. И плюс к этому ко всему, у нас, как у режиссеров, есть задача сдать свой определенный отрывок из определенной прозы. И я выбрал именно эту прозу. И вот буду ее рассказывать уже на своем контрольном испытании, уже на дипломной работе. Видеозаписей получилось так много, что их разделили на блоки. «Философское о любви о человеке». Каждый найдет отрывок по душе. В колледже культуры проект завершится 25 декабря. Но не исключено, что идею решат перенять вузы и общественные объединения. Не любишь? Не хочешь смотреть? О, как ты красив, приклятый! И я не могу взлететь! А с детства была крылатой. Мне очи застят туман. Сливаются вещи и лица. И только красный тюльпан. Тюльпан у тебя в петлице.